Сергей Александрович Есенин Рязанской губернии в семье крестьянина. Вдохновляясь жизнью в русской глубинке, уже в 9 лет Сергей написал свои первые стихи. С отличием закончил местное земское училище 1904-1909 годы, после которого до 1912 года учился во второклассной церковно-приходской учительской школе в Спасклепиках, ныне музей Сергея Александровича Есенина. Родители видели в нем сельского учителя. По окончании школы Есенин приехал в Москву. Там он должен был поступать в Московский учительский институт, но наперекор мнению родителей отказался там учиться. В 1913 году Есенин становится вольнослушателем историко-философского цикла в Московском городском народном университете имени Шанявского. Вечерние занятия он совмещал с работой в типографии. В то время Сергей увлекался идеями социал-демократической партии. Поэт распространял политические листовки и выступал перед рабочими, агитируя их бороться за свои права. Его увлечения находили отражение и в его стихах, где в разные периоды творчества поэта просматривались как социал-демократические идеи, так и образы революции и родины, деревни и природы, любви и поиска счастья. Впервые стихи Есенина были опубликованы в детском журнале «Мирок» в 1914 году. Его первым напечатанным стихотворением стала «Береза». Тогда поэт использовал псевдоним «Аристон». Вскоре жизнь в Москве стала угнетать поэта. Считая, что вся культурная жизнь страны проходит мимо Москвы, Есенин переезжает в 1915 году в Петроград. Там он знакомится с известными петроградскими авторами – Блоком, Городецким, Мурашовым и другими, читает им свои стихи и получает рекомендательные записки в редакции журналов. Всеобщая известность пришла к Сергею с выпуском его первого сборника «Радуница» в 1916 году. Все лучшие журналы того времени печатали его стихи, говоря о нем как о тонком лирике и знатоке народной души. В 1918 году, вновь приехав в Москву, Есенин увлекается иммажинизмом. Жизнерадостность и деревенские зарисовки в его стихах сменяют мрачные пейзажи ночного города, а сам поэт привыкает к разгульному образу жизни. Выпустив несколько сборников стихов, Есенин разочаровывается в идеях нового направления. Разочарован он был и в семейной жизни. У Есенина было три официальные жены, а еще трех женщин можно назвать его гражданскими женами. Начиная с 1921 года, Есенин много путешествует – Кавказ, Европа, Америка, не забывая при этом и про родную деревню. В это время поэт продолжал активно работать, выпустив большое количество нового материала. Но, несмотря на плодотворную творческую деятельность, поэт не смог избавиться от пессимистических настроений. 24 декабря 1925 года Есенин прибыл в Ленинград, поселившись в гостинице «Англитер», где 28 декабря был найден мертвым. Великий русский поэт, чьи стихи любимы миллионами, был похоронен в Москве. Его могила – одно из самых известных и посещаемых мест Ваганьковского кладбища. Субтитры создавал DimaTorzok